Добрый день, друзья! Я вычитаю комментарии в фейсбуке так называемых очень рьяных парахоботов, а также тех людей, которые просто голосовали за Порошенко, и понимаю, что они, видимо, не хотят понять, что же произошло на этих выборах. Эти люди просто не хотят понять, что произошел крах президента Порошенко, и народ выразил безграничное доверие новому президенту Зеленскому. Меня удивляет, с какой тупостью эти 25% не хотят осознавать, что у украинского народа возникло желание изменить все, что в последние годы происходит в стране. Они не хотят понять, что такова сегодня воля большинства украинского народа. Понимаете, эти сторонники Порошенко просто не хотят осознать, что украинский народ впервые дал очень негативную оценку действующей власти. Вот посмотрите, какую поддержку получали до этого президента на выборах. В 1991 году Кривчук – 61,6%. В 1994 году Кучма – 52,1%. В 1999 году Кучма – 56,2%. В 2004 году Ющенко – 52%. В 2010 году Янукович – 48,9%. В 2014 году Порошенко – 54,7%. И в 2019 год Зеленский – 73,2%. То есть, получается, что именно сейчас люди так недовольны властью, как никогда до этого за всю историю независимой Украины. Ведь вы посмотрите на эти цифры, и вы все поймете. Но никак не может смириться с этими цифрами сам Порошенко. Ведь, по сути дела, это не просто поражение на выборах. Поражение – это когда разрыв между кандидатами минимальный. Ну, допустим, 55% на 45%. Да, с такими цифрами еще можно было бы смириться. Но 73% на 25% – это ведь не поражение на выборах. Это позорное унижение действующего президента. А если разобраться, то действительный рейтинг Порошенко ведь еще намного ниже. Если бы не подкуп избирателей, если бы не всем известная сетка, о которой же я и так много рассказывал, то реальные цифры у Порошенко были бы еще меньше. И Порошенко прекрасно понимает, что нужно сейчас срочно как-то сгладить этот позор. Одним словом, Петя нервно мечется вторые сутки. Глазь дергается, руки дрожат. Панический страх перед неизвестностью не дает покоя. В общем, нервы, переживания. Понимаете, у него до сих пор в голове не укладывается, как такое могло произойти. Как он мог так опозориться на этих выборах. Но не только эти мысли посещают Петруху. А вдруг новый президент поведет себя очень решительно и жестко. А вдруг он даст команду очень тщательно расследовать все коррупционные деяния ближайшего окружения Порошенко. А вдруг это расследование зайдет так далеко, что еще недавно близкое окружение и верные друзья-соратники начнут сдавать Порошенко. И что тогда? Ведь еще не приступив к обязанностям президента, Зеленский заявил, что отныне в Украине закон будет один для всех. А что тогда? Позорный арест, суд, приговор, тюрьма и обязательно конфискация всего наворованного? Нет, с этим нужно срочно что-то делать. И Порошенко придумывает очередной ход конем. Надо показать всем, как украинский народ, несмотря на поражение, продолжает любить своего теперь уже бывшего президента. И он решает провести акцию под названием «Дякуем Петре». То есть ему срочно нужна была реабилитация. И он решил ее устроить. Одним словом, задумка какая? Убрать ограждение возле администрации президента и пустить парохоботов прямо под дверь администрации президента. Ну и естественно показать это по всем Порошенковским телеканалам. Чтобы все увидели, как народ Украины, даже после позорного поражения, продолжает любить Порошенко. И как правильно у себя в фейсбуке написал Анатолий Грисенко, если бы Порошенко пять лет не сидел за забором, если бы он слушал и слышал людей, то не было бы этих позорных 73% на 25%. И это является уроком на будущее для Зеленского. И естественно Анатолий Грисенко прав. Вы можете себе представить, что вы простой украинец еще год назад мог вот так беспрепятственно подойти к администрации президента? Нет, конечно. Кто ты? Чернь. И тебе здесь не место. Твое место за забором. А вы помните, как еще совсем недавно Порошенко ездил по Украине открывать покрашенные мосты, отремонтированные детские садики, заасфальтированные дороги и так далее. И что? Тогда ведь тоже простых украинцев не подпускали к телу президента. За ним ездила группа поддержки и местные бюджетники, которые из-за угрозы увольнения вынуждены были посещать такие мероприятия. А простые люди, у которых возможно и были какие-то вопросы к президенту, вынуждены были так само наблюдать за всем происходящим только издалека, из-за забора. А Порошенко тогда нужна была только картинка. Он тогда надеялся, что оператор снимет нужный ракурс, его покажут на нужных телеканалах, и все, дело сделано. Но народ ведь не обманешь. В социальных сетях сразу начали показывать, как охрана не пускает простых людей на встречу к Порошенко. Люди поняли, раз ты не хочешь с нами общаться, раз ты не хочешь с нами встречаться, раз тебе неприятно видеть нас простых людей, раз ты приехал в наш город, а мы не можем задать тебе волнующий нас вопрос, то зачем мы будем за тебя голосовать? Зачем нам президент, который не хочет общаться со своим народом? Вот поэтому Порошенко и получил такой результат на этих выборах. Но во время этой акции, дякуемо Петре, Порошенко дождался, пока под администрацию соберется побольше народа, а затем вышел пообщаться с народом вживую. Дякую, дим, кто пришел зараз в суде на улицу Баркова, потому что украинцы по-разному провожали президента. Естественно, в самом начале прозвучало традиционный дякую от графа Дякулы. Но затем он вспомнил, что украинцы по-разному провожали президентов. И я с ним здесь полностью согласен. Так как провели тебя, Петя, позорной поддержкой 25% еще никого не провожали. Ну а затем Порошенко вспомнил, наверное, про свои артистические способности и начал усердно жестикулировать руками. Да, он прав. Такого позора, как сейчас, Украина еще не видела. И вот то, что дальше начал говорить Порошенко, меня просто возмутило. Ну с вопросом, кто вы есть, все понятно. Он, наверное, забыл, что перед ним собрались украинцы. Или, может быть, он хотел на свой вопрос, кто вы есть, услышать в ответ Порохоботы. Ну а вот как понять этот призыв? Мы не дадим им разрушить нашу армию. Это он о ком? О новой команде Зеленского? А что, Зеленский где-то заявлял, что собирается разрушить украинскую армию? Мы не дадим им разрушить нашу мову. Не понял. Вы где-то слышали, что команда Зеленского собирается уничтожить украинский язык? Я лично нет. Мы не дадим им сделать реванш о нашей церкви. И про церковь я тоже ничего не слышал. Неужели церковь Зеленский грозился уничтожить? Наверное, что-то пропустил. Ну а дальше, как говорится, Остапа понесло. Мы не дадим зупинять децентрализацию? Нет! Мы не дадим зруйнувать новую украинскую школу? Нет, ну понятное дело, Зеленский не собирается разрушать ни децентрализацию, ни украинскую школу. Я вообще не понимаю, зачем Порошенко все это говорил? Ведь ничего подобного от команды Зеленского мы не слышали. Ну а потом толпа сначала скодировала традиционное дякуемо и довольно-таки неожиданно толпа начала скандировать через год. Я, естественно, не понял, что значит этот выкрик через год. А потом сообразил, это они, наверное, намекают на импичмент президенту Зеленскому, чтобы Порошенко мог через год опять баллотироваться в президенту. Но вот не странные люди, Зеленский еще не приступил к своим служебным обязанностям, еще абсолютно себя никак не проявил, а эти парохоботы его уже снимать хотят. А вдруг Зеленский, как президент, покажет себя в сто раз лучше, чем Порошенко? Что вы тогда скандировать будете? Одним словом, у Бога это было зрелище. Но, видимо, никак Порошенко уже не может жить без вот этой подопострастной толпы, без этого крика дякуемо. Но ничего не сделаешь, Петя, твой поезд ушел, и надо привыкать к суровой действительности. Но вот вы знаете, что интересно? Оказывается, в этой толпе хороводы водил главный парохобот Олежка. Это он там скандировал, какие кричалки нужно кричать уже бывшему президенту. Ну, а я хочу вам сейчас зачитать пост из Фейсбука одного из моих друзей. У людей, кажется, амнезия с головой проблемы. Что за благодарственная агония вору и предателю? Вам печатают плакаты дякую, и вы, как овцы, берете их в руки, мочите и дякуете. За что? За годы АТО вместо войны? За убитых лучших из лучших? За пропавших без вести, которых спецом сжигали, чтобы не платить обещанную этим уродам компенсацию? За предательство и лицемерие? За использование многолетнего труда Филарета и Томаса чужими руками? За кумовей и друзей на постах? За добровольцев по тюрмах? За бизнес на войне и на крови? За развал медицины и не те украинские книги в школьной программе? За умышленный геноцид над пенсионерами? Нищие, голодные, вонючие бабушки и дедушки, отдающие всю пенсию за коммунальные? Пока это говно жирует и выводит деньги в офшоры? Воровалось с дикой алчностью и вся его команда сраная все оборотни Кому вы дякуете? Не сдержалось Все, кто у кормушки рельсы пригрели вылизывают уже ту жопу так что смотреть тошно Имейте честь и достоинство Хватит унижаться и плясать под чужую дудку Надеюсь, все понимают что дякую это тоже запланированная волна информационной кампании Товарищ просто стадо свое развлекает Но ничего Я думаю, что это был один из последних вздохов прошлой власти Меня, как и всех украинцев сейчас интересует совсем другое Нас, естественно, интересуют первые шаги новой власти И вот только я вчера у себя на фейсбуке написал пост Жду, когда Зеленский посадит троих друзей Порошенко Как тут вдруг выходит новость Сейчас вам ее зачитаю Генеральная прокуратура Украины незаконно, а доказательств преступлений Гонтаревой, Ложкина и Филатова у следствия нет Каждого из них вызывают в качестве подозреваемого В документах указан номер уголовного производства в котором фигурируют представители президентского окружения Речь идет о деле беглого олигарха Сергея Курченко подозреваемого в масштабных хищениях Но об этом мы поговорим с вами уже в следующем видео А на этом, друзья, у меня пока все Подписывайтесь на мой канал Всем всего самого наилучшего До новых встреч!